Мамин выходит на прямую связь с Грэмом. Здравствуйте, рады вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. И как я уже сказала, много вопросов пришло к вам в нашем телеграм-канале. Надеюсь, что успею их задать. Но вначале хотела бы спросить вас о том, о фильме об Абрамовиче. Не знаю, насколько вам известна эта история. «Медуза» опубликовала этот фильм, в котором как раз команда Навального увидела попытку как-то обелить Абрамовича. Очень комплементарным посчитала этот фильм. Вы следили за этой историей? Нет, к сожалению, не могу вам по этому поводу ничего сказать. Нет, не видел. Не следил, не видел фильм. Вообще, на ваш взгляд, насколько вот такие очерки, документальные фильмы могут быть объективными, скажем так, не комплементарными, а скорее вот показывать такую две стороны? Ну, если человек сам вплачивает свое производство, если он сам является своим продюсером собственным, таких случаев очень мало. Тогда он, наверное, может быть вполне. То есть вот даже не объективно, он может высказывать свою собственную точку зрения. И в кино такого почти нет. Это чаще бывает, наверное, с журналистами. Ну, я даже не знаю. Нет. Люди работают на деньги заказчиков. Вот вопросы, которые к вам приходят в нашем телеграм-канале, в том числе и об этом. Кира спрашивает. Здравствуйте. Вопрос Юрию Мамину. Как вы относитесь к жанру документалистики, как раз продолжая наш разговор, и к молодым режиссерам? Смотрели ли вы «Амурскую Голгофу» 21-го года от молодой режиссерки Сергиной? И каковы, на ваш взгляд, тенденции в этом направлении, спрашивает наша зрительница? Нет, я не видел. Я в этом смысле не слишком Копенгаген. Сегодня я многое упускаю, потому что я очень увлекаюсь. Одно время я смотрел только документальные фильмы. Я даже откровенно заявил, что я полюбил документальное кино больше, чем то, которым я занимаюсь. Потому что в нём я вижу гораздо больше для себя полезной информации, правды, представления о мире. А вот это кино, которое всё больше и больше становилось с тенденцией фэнтези, оно перестало меня совсем интересовать. Эти личные проявления и измышления людей, не слишком образованных, грамотных, не слишком сведущих в мире с примитивным мировоззрением, они мне совсем не интересны. Не говоря о том, что вот эта вот тенденция работать на молодёжную аудиторию, она очень уплощает общество, она становится инфантильным. И когда, простите меня, люди пожилого возраста, вообще отцы семейства, матери, идут на вечерние сеансы смотреть какую-нибудь сказку, фэнтези, это меня несколько удивляет, но это свидетельствует о том, что они в чём-то остались инфантильными, во многом не подрослели. Вот взрослости не хватает многим людям, они могут заниматься бизнесом, но представления о мире у них остаются достаточно простыми, упрощёнными. Поэтому они так жадно ловят вот каналы умных журналистов, умных блогеров, которые могут там что-то раскрыть, как какой-нибудь мудрый реды. Ну а через примитивное можно ли донести какую-то важную мысль всё-таки, чтобы достучаться вот до той аудитории тех взрослых людей, которые идут на такие фильмы? Ну с примитивной аудиторией надо говорить на примитивном языке, как это называется. Иначе называется метать бисер перед свиньями. Надо найти тот общий язык. Я когда был в армии и служил, я очень много матерился там, потому что иначе меня бы не поняли. Но не поняли, они просто не понимали, бывала такая компания, что если не вставишь туда пару матерных слов, то они не понимают содержание. Так же это и в деревне было. Моя Людмила, моя Людмила вынуждена была, актриса, участвовать в таком эпизоде, когда она прошла и восхитилась стоящей природой, старинная церковь. И она встречает односельчанку и говорит, какая красота, чего? Вот церковь. А, да ну, всё. И только мне пришлось разговаривать с хозяином магазина, продавцом, чтобы выяснить, что им у них привезли. Он никак не мог понять мой язык русский, пока я не выругался пару. А, тогда он стал говорить. Это особенность людей, которую мы встречаем в переписке, в телефонных разговорах современных русских вояк, российских. И меня это больше всего поражает. Эти люди, которые якобы отстаивают Россию, чем-то гордятся там, они не владеют русским языком. То есть они вообще не владеют никаким. Потому что по-английски они, естественно, не разговаривают. Других языков не знают. И русского не знают. Это только матерный язык. Вот это такая потеря, которая говорит о многом и говорит много о будущем. Что эти люди могут сделать? Как они могут воспитать своих детей? Когда мы говорим, скажем, о будущем России, мы прежде всего думаем о том, как изменится поколение следующее. А от кого оно возьмет? Где? Ну, за исключением просто каких-то интелей и вундеркиндов. Ну, если говорить о будущем поколении как раз и о России, ведь сейчас пропаганда, она пытается и проникает уже в умы детей. Насколько это эффективно, конечно, можно будет судить только позже. Но тем не менее, ведь капля камень точит, и эти учебники истории там от Мединского и так далее, все эти уроки просвещения, они ведь оказывают свой эффект, хотя не стоит, возможно, его переоценивать в школьном возрасте, но и не надо недооценивать, наверное. Для того, чтобы ослабить или предотвратить этот эффект, повернуть его вспять, нужен другой учитель. Нужен учитель, который будет властитель умов для школьников прежде всего. Это очень важно. Я думаю, школьный учитель даже важнее институтского, пожалуй, потому что он направляет умы. У нас такие были. Я помню своих учителей, потому что они были все-таки оголосками старой дореволюционной культуры. Они были учениками тех, кто пришел и тогда. И вот это вранье, которое мы получали, которое было в учебниках, оно умерялось тем представлением о культуре дореволюционной, о литературе, о том, что они могли высказывать о любимых писателях, потому что учебники только закрывали для нас культуры писателей, они становились неинтересными. Открывал только учитель, который об этом говорил горячо. Ну, это как в фильме «Доживем до понедельника». Вот такая роль Тихонова. У нас бывали такие учителя близкие к этому по духу, по своему. Вот такие необходимы. Где их набрать, откуда они возьмутся? Это большая проблема. Уже даже те 6 лет или 5 лет, которые я не живу в России, я думаю, что там деградация произошла еще значительная, и очень ускорилась она. Потому что та происходила, когда я преподавал в течение 10 лет, она происходила на моих глазах. Деградация постепенного учебного плана, того, что преподавали, того, что требовали от нас и тому подобное. И в результате я приходил к убеждению, что институты, я не знаю технических вузов, но их покидают люмпины, то есть люди, которые не обладают вполне профессией. И потом начинают вертеться, крутиться, искать, где они больше заработают. Но не профессионалы. Ну, а если говорить о противостоянии, то есть самой пропагандистской машины сегодня в школах, есть ведь те, кто сегодня не согласен в России с тем, что происходит, но их дети вынуждены ходить в эти школы, детские сады, если говорить и так далее. То есть ли какой-то в этом, есть ли защита? Это если семья культурная, если в семье есть авторитет у мамы, у папы, вот это сильнее школы, конечно. Тогда они правильно воспитывают. В конце концов, дворянские интеллигенты, так называемые, они имели домашнее воспитание, они не нуждались в этой очень средней школе. Поэтому без этого можно вполне обойтись. Но страна большая. Перемены, которых ждут от людей, их будет совершать будущее поколение. Но как они могут с этим справиться, когда исключение из правила интеллигентные, умные, самостоятельно мыслящие, критически оценивающие ситуации люди, это единицы в сравнении с той массой, которая стадное чувство. Она всегда была стадная, знаете. Но дело в том, что когда в стране, в авторитете именно культура, интеллигентные люди, учёные во всех областях, гуманитарных и научных, ну тогда страна иная совсем. Мы видим в истории, как это бывало. Оно не спасает, конечно, от возможности прихода фашизма, как это было в Германии. Но она быстро оправляется, там есть чему учиться, там очень мощные корни. Это доказывается в истории. В Ипонии, предположим, то же самое. Вот здесь, в России, это посложнее будет. Да потом, там ещё многие проблемы есть, кроме того, что её огромная разлапистость, её размеры не дают возможности её совершенствовать. Но нельзя совершенствовать такое безразмерное образование, как Россия, которое может гордиться только своими размерами и своими империалистическими добычами. Вот больше ничего у неё нет. Но вот как раз если говорить об этих масштабах российских, как говорят, география — это судьба, судьба, если сегодня смотреть на то, что происходит, и то, как на это реагируют в Москве, в Петербурге и в регионах тех же. Мы понимаем, что оттуда довольно большое количество как раз мобилизованных и было взято по причине мотивации, финансовой мотивации и так далее. Насколько это разные миры, на ваш взгляд? Абсолютно разные. Разные. Дело в том, что действительно объединяло... Тут два объединения. Ну, партия, можем сказать, коммунистическая, возможность сделать карьеру по причине твоего членства в партии, она обвязывала общество. Ну, туда шли наиболее примитивные люди или приспособленцы. Из интеллигенции те, которые должны были сделать свою карьеру, в том числе и писатели. Ну, вообще любой руководитель должен был же быть членом партии. Бороться трудно. Не один главный режиссер театра. Ну, ведь исключение два. Собственно говоря, ну, я знаю тоже много, например. Думаю, что Эфрос не был членом партии наверняка. А Любимов, да, был и вынужден был. Он вступил еще в давние времена в Сталинские. Как же он же был в Сталинском ансамбле и тому подобное. Ну, это одна сторона. Другая, конечно, это стремление к культуре. Когда я удивлялся, что культурные люди провинциальных городов, так сказать, с глубинкой России, часто были гораздо более любопытными и информированными, чем жители Ленинграда, предположим. Я с ними сталкивался. Они читали литературу, они спрашивали, как, значит, совета или как авторитетных людей. А многие мои идеи я иногда не мог сказать полностью. Я вынужден был срочно бежать и читать эту книгу, которую не успел прочесть. Это было стремление к культуре, которое обвязывало страну. Ну, тут и парадокс заключается в том, что страна обладала железным занавесом, и это возбуждало необычайное любопытство, стремление к знаниям. И люди хотели его получить. И самое главное, что они смотрели и читали примерно то же. Это очень важно. Вот фестиваль иностранных фильмов. Все туда сбегали, посмотрели, обсуждали лучшие фильмы. Мы в компании, когда собирались, да, одна тема, один роман, один фильм. И вот мы, обсуждая, высказывая все эти мнения, поднимались как бы на новую ступень всей массой, всем коллективом. А сегодня попробуйте найти... Вот вы видите, вы меня спрашиваете, а я не смотрел эти фильмы, считаю это своим упущением. Я занимался другими вещами, которые мне казались тогда более важными. Но благодаря вашему сообщению я этим поинтересуюсь. Но мы с вами не обсудили, других людей не привлекли. Таким образом, мы все в этом смысле разобщены. Это считалось вдруг когда-то в какое-то время большим достижением. Каждый может выбирать то, что ему нравится. Я должен сказать, что это является причиной большой деградации общества. Потому что каждый остается в своем замкнутом мирке, никаким образом не расширяя его и не повышая свой уровень. Если говорить об этом железном занавесе и о том, как это провоцировало любопытство, можно ли отнести это к ситуации в России сейчас? Ведь отчасти этот железный занавес, он тоже, по крайней мере, опускается. Да он не такой. Люди могут уезжать. И потом прошло время. Железный занавес создавал для нас большое любопытство по отношению к Западу. Что там происходит? Как жадно мы выслушали «Голос Америки». Эти фильмы, которые показывали нам эту жизнь, очень однобоко, конечно, потому что приобретались они с определенной целью, под определенным углом зрения. И потом они проходили такую цензуру. Когда я, учась на высших режиссерских курсах, смотрел те же фильмы, какие видел в прокате нашем, часто я удивлялся абсолютному несоответствию. Даже сюжетному. Сюжет меняли взаимоотношения людей, их место работы. В общем, я по этому поводу сделал пародию на брак по-итальянски. В нескольких вариантах. Там четыре варианта у меня цензурных исправлений, которые очень веселили зрителей. Я это показывал в своей программе «Дом культуры» и раньше, до этого, конечно, на российском телевидении. Я не думаю, что сегодня это играет большую роль. Люди замкнулись. Они не хотят знать ничего, потому что реальность, она подавляет, пугает их. И вообще люди не могут жить, когда у них такая мрачная перспектива. Перспектива абсолютно беспросветная. Вот когда мы жили в застойное брежневское время, мы все мечтали о том, когда эти мухоморы, наконец, покинут свои посты и уйдут в мир иной. И мы не знали, как изменится Россия, но ожидали, что перемена какая-то должна быть. Это светило впереди каким-то горизонтом. Но сейчас даже перемены, даже предположение, что Путин сдохнет и все начнет там ломаться, меняться, это сопряжено с таким количеством новых проблем, как экология. Экология в головах совершенно погубленная. Что будет с этой страной? Развал просто страны, которая пойдет ей на пользу только, кстати говоря, как я считаю, что отдельные образования могут собой управлять, как европейские страны. Ну, возьмем, например, Финляндию, которая была частью России. Спевшаяся страна, такие же бездельники и пьяницы. Но вот они отделились, начали отрубать ворам левую руку, и они справились с ней. Это образцовая страна, самая в этом смысле безопасная, самая, так сказать, в этом стремящейся культуре. Это произошло на глазах за, вообще говоря, ободримый исторический промежуток времени. Это можно было бы сделать. Это можно было бы сделать в Татарстане. Можно было бы сделать в отдельной какой-то стране. В Грузии это было, это показал нам Саакашвили, как это можно прекрасно сделать. Это все реально. Но в таком огромном искусственном образовании, искусственно созданном, я думаю, что это сделать невозможно. Поэтому у нее в этом смысле перспективы тоже мне нравится. Эти процессы, которые будут одновременно происходить, они чрезвычайно сложны. Я не могу о них сказать, поскольку я не такой сведущий. Мне будет любопытно смотреть на это со стороны, я не успею просто это увидеть. Потому что кусок времени достаточно длительный. Мне не хватит для этого отпущенной мне жизни, чтобы увидеть, что там произойдет. Но могут быть совершенно неожиданные изменения. Знаете, вдруг выяснится, что эти новые силы, которые там дремали и которые жаждут знаний, свободы, они очень быстро могут развиваться как-то, и хватать знаний, и вдруг преображать мир. Бывало такое в истории? Не знаю. Но похожие вещи, я об этом говорил. Это Эллада, это Голландия средневековая, какие-то такие образования. Но это опять-таки небольшие очень образования. Заметьте, больших стран там не было. Там таких огромных империй не было. Они загибались. Самая великая римская, она рушилась. А маленькая Греция, Эллада, она оплодотворила весь мир. Мы живем благодаря ее наследию, ее культуре. Наша культура вокруг этого вертится. Куда бы ни отходили вкусы, они возвращаются к золотому сечению, которое было предложено древней Элладой Греции. Ну и, соответственно, маленькая Голландия, которая вдруг стала самой совершенной страной в Европе, и в культурном, и в техническом отношении. Она напитала Россию флотом, изобретениями искусства, маленькими голландцами, у которых учились потом все художники, потому что они были самые реалистичные. Они двинули вперед романтическое искусство. Да, это удивительный показатель, который трудно объяснить, но он существует. Вот приходится говорить о том, что теория пассионарности Гумилева, она не так и не научна. Она подтверждается реальными фактами, а не наукой. Наши зрители, конечно, спрашивают вас, следите ли вы за тем, что происходит в Израиле сейчас. Вы сказали о том, что кажется, что нет этого света в конце туннеля. Можно ли сказать, что война в Украине, начало войны в Израиле, это тоже предшествие или уже начало какой-то такой большой глобальной войны, Третьей мировой, как говорят? Может быть. Она может наступить, Третья мировая война. А может и не наступить. Я надеюсь, что не наступит она, что эти конфликты постепенно как-то кончатся, потому что есть нечто, что пугает руководителей. Абсомлютных безумцев не так много. У них есть свои интересы. И человек, вот на чем держался, скажем, расчет Путина на то, что люди-стяжатели, они жаждут комфорта, они жаждут обеспеченности, удовольствия и благополучной жизни. И они все обладают недостатками. У всех есть скелет в шкафу. Их можно наколоть и можно и шантажировать. Вот его теория, которая очень во многом сбывалась. И он и сейчас до сих пор, даже лежа на последнем бодре, он, вероятно, так и считает, что все равно всех можно починить себе, купить, потому что люди слабые животные. Но вот он их в этом смысле приезжает. На самом деле, вот это стремление к своему собственному благополучию, оно бывает гораздо сильнее, чем убеждение и фанатизм. Даже у этих мусульманских лидеров, которые вообще считаются самыми фанатичными, и эта религия опасна тем, что она фанатична. Она готовит людей абсолютно неразвитых, настолько темных, что их убеждение, что они встретятся там в раю с гуриями, и что вообще смерть — это избавление, оно может достичь вот этого абсолютно невежественного сознания. Тем они и страшны. Это огромное население, они по многу детей рождают. Это действительно такая... И поэтому, ну что тут приходить? А возвращаясь к вопросу культуры. Вот нет культуры, а она только может противостоять этому. Даже не высшее образование. Оно даёт очень многое. Знания даёт очень многое, во всяком случае, когда говорят, это не спасло. Отчасти спасло. Не всё общество превратилось в этих самых орков. Не всё. Потому что культура всё-таки всегда на других весах. Она может немножко провалиться, но она в результате спасёт. Либо тогда человечество не должно существовать, как сказал Толстой. Мир погибнет, да и чёрт с ним будет. Вот только музыке жалко. И действительно, когда ты видишь вот эти вот открытия, которые делало человечество, не ради войны, не изобретения мощного оружия, а ради того, чтобы спасти мир, украсить его, сделать его лучше, спасти, улучшить жизнь, воспитать своих детей, вот это вот даёт гуманистическое искусство. Только гуманистическое, потому что вообще-то искусство может обладать абсолютно отрицательными воздействиями на человека. Оно может возбуждать самые неизменные качества. Только если человек, тем более отдалённый от природы, обладает, не обладает гуманистическими качествами, но он остаётся зверем и животным. Такие были случаи, мы знаем, не будем фамилии кричать. Да, гуманистическое искусство — это панацея, как бы люди не отказывались от него. Это то, к чему они стремятся. Я даже наблюдаю, как Дом культуры, который я провожу, у него не так много поклонников в сравнении с теми, кто слушает новости политические, но эти люди высказывают мне благодарность за то, что они могут переключиться и поверить в человека. Человек, оказывается, может быть прекрасным существом. Он доказывает своими произведениями, своим творчеством, что он равен Богу, что он Божие создания, а не произошло от дикой обезьяны. А вот эти потомки диких обезьян, загребущих, диких, слобных, античеловечных. Но все-таки вы сказали о том, что те, кто сегодня жаждет комфорта, упомянули об этом и сравнили, наверное, в том числе с тем, кто на Ближнем Востоке сегодня начал эту атаку на Израиль. Если говорить о контрасте восприятия, все-таки россияне, кажется, видят, те, кто мало обеспечен, они видят, как Путин живет в комфорте, как его окружение живет в комфорте, различные фильмы расследования. Хорошо, им можно не доверять, но тем не менее, даже вот элементарно, недавно была заметка в РИА Новостях, в агентстве российском, где сказано было, что президентский кортеж Владимира Путина поменял летнюю резину на зимнюю. И казалось бы, что в этом такого? Ну, ничего особенного. И не стоял в очереди, там было упомянуто, что не стоял в очереди, в отличие от всех остальных. Ну, как-то так. То есть, казалось бы, это такая мелочь, но не стоял в очереди, очевидно, но это проглатывают все. Проглатывают дворцы, там, любовниц, яхты, проглатывают то, что шиномонтаж для Путина идет вне очереди по зеленому коридору. Почему это происходит? Почему? То есть, этим можно людям? Ну, у них нет четкого понятия добра и зла. Люди лишены принципов. Они не сожмеряют это с ощущением справедливости. А справедливость они вспоминают только, когда лично меня задело что-то такое. Это не справедливо. Ну, так, кстати, уголовник. У них тоже есть свое понятие. Как это он меня отобрал, то, что я наворовал? Это не справедливо. Так что я должен сказать, что это очень относительно. Нет. Вообще, российский народ – это особая ситуация. Веками воспитанный в сознании самодержавие. Он и думает, ну, царь-батюшка и должен жить. Что ты обвиняешь? Вот он дворец имеет. Да он должен быть сколько угодно. Он для нас царь. А царь должен хорошо жить. Я буду, получу место. Я буду хорошо жить. Он легко продаст своих односельчан. Это я лично наблюдал. Знаете, в деревне даже нашей, где все были наши знакомые, я видел, как они могут, вот эти вот сельские жители, друг друга продавать. Один взял какую-то лесину в лесу лежащую, просто, которая никому не была не нужна, по валу, и для того, чтобы растопить печь. На него донесли, для того, чтобы с него содрать штраф соседи. Ну, такая вот ненависть к соседу. Вот это вот действительно я на своем собственном опыте видел, что в России воспитано ощущение пожелания зла своему соседу. «Даже я готов жить плохо, лишь бы ему не было хорошо». Вот это вот ощущение зависти и пожелания плохого тому, кто выбился, кто живет лучше. Оно, кстати, на этом и колхозы были основаны. Это очень здорово соответствовало советскому, советским убеждениям, советской пропаганде. Так они были основаны, и так про них. В общем, нет у них ощущения справедливости. Они не могут справедливо оценить происходящее событие и тех, кто находится. Они легко станут начальниками, которые будут гнобить своих близких, с которыми они когда-то могли обсуждать несправедливую жизнь. Нет этого принципа, что я готов. Вот этот вот великий принцип Вольтера. Я не согласен с вами, но готов отдать голову за то, чтобы вы могли высказаться даже против меня. Вот это свободное высказывание, потому что есть какой-то принцип. Есть уважение к чужому мнению. А тут нет, тут никакого собственного принципа. Человек идет, плывет по течению, как трава. В общем, я должен сказать, что одна часть населения напоминает траву, которая растет, сама по себе выросла, пожухла, новая трава растет. Вот она ничего не создает. Другая пытается лететь по течению, оставлять какие-то семена, приспосабливаться, то есть вилять вместе с линией партии, колебаться. Партия всегда какая-то есть. Вот она сейчас такая странная, изменчивая. Но по существу новая Россия заключается в том, что даже в отличие от советской, она не имеет вообще никаких убеждений, кроме того, что есть враг какой-то. И больше ничего. Есть враг, без врага жить не можем, потому что жизнь хреновая, надо на кого-то свалить эту злобу, но не на царя же, батюшку. Для этого надо быть всё-таки человеком, культурным интеллигентом, понимать, что от чего произошло. Но культура сама по себе, это вещь враждебная. Россия, она всегда отрицалась, всегда относилась к культуре и к интеллигенции очень подозрительно, и я бы сказал, даже отрицательно. Это как антисемитизм. Вот эти вещи, антикультурность и антисемитизм, они очень близки, это просто близнецы. Они в одном пакете существуют в русском народе. В объёмном, в широком смысле слова, в народе, не в той интеллигенции, которая представляла собой, скажем, культуру 19 века, а когда мы выясняем, что она составляла какие-то жалкие несколько процентов от населения, два, там, три города, то тогда ужасаешься. И тогда понимаешь, что большевики сделали большое дело, когда они установили всеобщую грамотность, и люди стали читать газеты и смотреть эти первые фильмы, кино для нас важнейшие, прежде всего, как пропаганда. Тогда удалось эту пропаганду влечь. В простые мозги вложить вот эти простые истины, на которых очень долго держалась советская власть. И вот, если говорить об антисемитизме, но всё-таки, или о том, как иногда его пытаются преподнести, возможно, там, где его нет как раз. Вопрос Юрию Борисовичу. Анекдот в стриме «Живого гвоздя» был за гранью. А над чем сейчас вообще можно смеяться? Есть ли место хорошей шутки в нынешней непростой ситуации? Ну и про этот анекдот, в кавычках, который прозвучал. Знаете ли вы эту историю? Что скажете? Я знаю эту историю. Ну, так, на каждую... Она не глупая девушка, женщина, Лазарсон. Обвинить её в антисемитизме невозможно. Она сама еврейка, причём ярко выраженная. Так что, вообще глупо было бы ей приписывать такие вещи. А что касается того, что она глупость сболтнула, ну, каждый не убережён от этого. Другой вопрос, что, как я сегодня узнал, Венедиктов странно себя повёл. Он сначала никак не среагировал, а теперь решил её уволить. Это на 2 месяца запретить. Но это, это как раз какой-то... Вот это нехорошая еврейская черта, которая, которая вызывает иногда осуждение по отношению к... Вот приспособиться так, как-то и так далее, и так далее. Когда Израиль меняется, он-то как раз меняется в сторону единства, когда люди разных убеждений могут объединиться, как народ один, и почувствовать себя. Это лучшие годы нашей жизни, как когда-то был такой фильм американский про то, как они чувствовали себя на войне, чувствовали дружбу, а потом она развалилась, и люди стали заниматься каждый своим, и возникло вот это эгоистическое отношение к жизни. Эгоизм растёл. Лучшие годы нашей жизни, очень хорошее название для фильма, и для ситуации, в которой люди находятся. Для меня это была перестройка Горбачёва. Лучшие годы моей жизни. Самыми худшими они были для Михалкова и его компаний. Поэтому у нас такой конфликт. Для них это были худшие, для меня лучшие годы. Сейчас для Израиля, при всей тягости того, что происходит, это то, что их так сильно объединяет, они вновь становятся сильным, единым народом. Мне так кажется. Вот от Ильи вопрос. Здравствуйте, Юрий Борисович. Как вы думаете, почему Украина выиграла информационную войну с российской пропагандой, а Израиль? Её скорее проигрывает Палестине, если судить по общественному резонансу в мире. Во-первых, согласны ли вы с этим утверждением? Ну, это я уже от себя добавляю. Важно, кто в данном случае жертва, а кто агрессор, спрашивает наш зритель Илья у вас. Понятно. Что касается Украины и России. Россия... Украина, во-первых, стала говорить правду. И этим она выиграла, я думаю. Вот появились правдивые высказывания и тому подобное. Хотя и не все далеко. Есть много очень того, чему доверять нельзя. И даже названия говорят о том, что многие радиостанции завышают, придумывают там то, что происходит на самом деле. И я удивляюсь, у меня недалёкость этих журналистов, которые просто губят свою станцию, доверие к себе и тому подобное. Что касается России, ну всё-таки я вам должен сказать, что, наверное, сохранилось, ну по крайней мере, я же всего пять лет тому назад уехал. Мы же не верили абсолютно никакой официальной пропаганде тому, что говорит офисос. Правда, ещё в 2000-е годы сохранялась альтернативная точка зрения. Были, предположим, там и куклы какой-нибудь проект такой. Шантажовича. Были протестные какие-то или как бы с иной точки зрения каналы. Но они вымывались, их постепенно не стало. Другой вопрос, что мы жили в такой обстановке и в течение жизни все в Советском Союзе. Но мы вообще не верили тому, что говорили. Абсолютно никто не верил тому, что говорят. И все привыкли к тому, что Россия – это страна повального вранья, помимо воровства. Это абсолютное враньё, которое отовсюду идёт. Я думаю, что и те люди, которые поддерживают Путина, сидят там, в большинстве не верят, не доверяют этим вещам, им так удобнее. Они говорят, да, вы сообщали по телевидению. Но это, во-первых, либо дураки полные, таких очень много тоже. Надо сказать, что вообще говоря, вот эти режимы авторитарные, как когда-то Николая Первого режим. Я помню, я рассказывал неоднократно этот исторический анекдот или случай. В кампании, где находился Пушкин, начали хвалить Николая Первого. Какой дисциплинированный царь. Вообще вникает. Сам выходит, понимаете, проверяет не только войска. По Невскому гуляет. Спрашивает о кого, почему так организовано? Хороший у нас, говорит, у Николая. Он говорит, да, хорош, что он хорош, но дураков столько наплодил, что на наших правнуков хватит, сказал Александр Сергеевич. Вот это надо сказать, что эпоха Путина такова. Наплодили такое количество дураков, что хватит ещё, я не знаю, на поколение вперёд. Украина в этом отношении выигрывает, она здоровеет на глазах, хотя много там сохранилось такого, что является наследием вот этой вот всеобщей нашей страны, Советского Союза. Много сохранилось того, и эгоизма, и наплевательства, когда люди могут богатеть на войне, когда их соотечественники гибнут, и такие есть, оказывается, это ни один, ни два случая, когда коррупционеров там полно, это очень настораживает. Мне кажется, что тут нужен хирург. В этом отношении я согласен с Арестовичем. Хирург необходим, даже не оправдывая войной. Только он может это... Иначе ну как? Я думаю, что светлая победа, в принципе, будет за Украиной в любом случае. Россия не выдержит этого противостояния, даже если она просто больше имеет оружия и больше возможностей. Но там происходят свои процессы, на которые мы меньше обращаем внимание, вот эти глубинные, но это разложение России идёт на глазах. Это очень стремительный процесс, такого я не наблюдал. Поэтому действительно она начнёт разваливаться очень быстро. Вот в этом мы станем свидетель. И Украина в этом смысле выиграет, приобретёт. Другое дело, во что она вернётся, если она вернётся к прежним своим принципам и взаимоотношениям, тогда это плохо. Ей дан шанс стать другой страной. Что касается пропаганды израильской, нет, ей не сработает. Дело в том, что надо смотреть какова на сегодня обстановка в мире и каковы вообще мировоззрения и внутренний мир и потребности молодёжной толпы. Они все вместе учатся в университетах, в учебных заведениях. И молодые арабы, молодые мусульмане, и европейцы. Чем отличаются мусульмане? У них яркие мотивировки, воспитанные с детства. Это некий фанатизм, который вот как пропаганда путинская внедрилась в них и они этим как бы крепки. У них есть своё мировоззрение, убеждение. А у европейцев убеждения нет. Они легко подходят под любые убеждения. Это модно для них. Сегодня модно то, толерантность, завтра будет модно это и так далее. Поэтому у них, поскольку они слабы в убеждениях, очень легко в данном случае настроить. Они учатся с своими друзьями вместе проводят время с представителями азиатской культуры. Они поддаются этому. Кроме того, знаете, те показы жестокостей, которые в кино мы отбираем и считается, что натуралистическое кино это очень опасно. Иногда очень, понимаете, когда ты смотришь фильм, где тебе показывают абсолютную жестокость, убийство ребёнка и так далее, это низкий приём. Это удар, знаете, в боксе поддых когда-то дыхание. Запрещено, нельзя, невозможно. Есть такие физиологические моменты, которые нормальный человек перенести не может. Они воздействуют на него и этот приём неоправданный. Это не искусство, это не художественность. Что касается вот этой пропаганды, когда показывают крайнюю жестокость натуралистическую, то человек просто по своей физиологии не может выдержать, сознание не может выдержать. И это связывается с образом Израиля, евреев, но оно привязывается для людей, которые не обладают критическим мышлением, не способны что-то оценить, проанализировать и отсечь нужное, правильную дать оценку. Привязывается. Но в данном случае я должен сказать, слава богу, что всё-таки правительство, ведь демократические, при всех слабостях они не поддаются такому ярму, такой агитации, они выдерживают всё. И я думаю, что вот эти вот митинги сойдут на нет, а мы будем следить за успехами Израиля. И победитель, он будет наверняка, и тогда он будет, тогда к нему повернуться все. А потом какая разница, отворачивается ли они или нет. Вообще, умных людей всегда было меньше гораздо. Знаете, об процентном отношении мне даже трудно сказать. Мне кажется, что даже мыслители средних веков, я уж даже не буду перечислять, каждый из них высказался по поводу того, среди какого количества дураков мы живём. Человечество для меня потеряло всякий смысл. Говорю там, я не знаю, Томас Моор, по-моему, или Бен Джонсон, они удивлялись в разных странах Европы, что человечество очень глупо. Им нужны пастыри, их нужно правильно вести. Тогда нужно правильная организация государства, правильное отношение между, соотношение между добром и злом, правильное соотношение к справедливости, которое, скажем, задекларировано в американской конституции. И она выдерживает себя. Она является, наверное, главным деревом, которое поддерживает американскую вообще нацию. Там многонациональная нация, тоже такая же, как, скажем, Россия. Там нет единства национальности, но она поддерживается конституции это все оправдывает это удивительно в этом смысле образования она в этом смысле самая прогрессивная но вот я думаю что что в результате культура победит а культура это есть знание это отношение к дикости как а к сожалению арабская дикость ведь надо сказать что удивительно другое ведь это самый арабский мир он был тогда-то носителем культуры принес ее в европу в дикую ведь он же совершенно в испании это было альгамбра в котором мне удалось побывать они принесли туда античную культуру сохранили античную поэзию историю литературу это все было перенесено и воспринято от арабов благодаря им возникла теория возникла эпоха просвещения эпоха возрождения они передали то что было убито ранним христианством и вот это вот вот эти вот арабы которые были носителями культуры арабской они в результате деградировали со временем и превратились то что мы имеем сегодня этот мир где есть несколько стран паразитирующих на нефти и только только этим интересны а вообще говоря ничего не создает абсолютно не говорят так зиждется только на своем большинстве на на и вообще вот это вот стремление починить себе весь мир это в истоках фашизма она есть вероятное в китайской пропаганде она есть в арабской пропаганде починить себе мир чтоб не было инакомыслия все должны быть такие все должны быть подчиняться в интересах лидеров а лидеры это мы видим что это за типы это люди которые людьми то их назвать довольно трудно это позор человечества и вот если их таких вы лидеров выбирая человечество то тогда ему абсолютно действительно не зачем существовать но я верю что ему есть зачем существовать для этого существует и культура которая побеждает и израиль который и на этом основан и взаимное уважение к уму культуре к возможности заниматься творчеством улучшать мир делать его лучше справедливее вот это вот задача главная а не следовать заветам религиозных лидеров уже в завершении попрошу вас очень коротко ответить на мой вопрос просто мне важно это уточнить можно ли все таки сегодня справедливо ли считать всех палестинцев причастными к этому террору который происходит все таки есть наверное различия между мирным населением и теми боевиками которые начали эту чудовищная чудовищную атаку и эти зверства которые мы видели я не знаю этого честно скажу я то что я там не был я знаю конечно что есть люди которые активно занимаются убийствами и геноцидом всяческим а если те которые смотрят со стороны на это это и в силу характеров и так далее другое дело что если ребенка воспитывать с детства особенно это мальчика который главное подбежать и кинуть камень если родители еще при этом стоят если такого много то стране настолько ненормальная атмосфера и что это может переделать доброта но как видите доброта не подействовала ведь в данном случае на пропаганда который ведется сверху и вот эти убеждения этот фанатизм он сильнее это сильнее доброты фанатичный человек израиль давал воду пытался с ними как-то скажем за не то что заигрывать пытался задобрить их по-человечески к ним относиться к этим людям но видите вот атаковать как не сказалось возможно что среди населения есть люди которые это понимают палестинского я этого не знаю но я боюсь что этого очень мало я думаю что поведение их лидеров которые не пускали их на юг день безопаснее оно тоже играет свою роль меняет отношение населения к своим этим хамазовским на главарям они не пустили их они оставили с детьми умирать на территории когда были предупреждены что тебе будут обстрелы это конечно менять должно менять отношения но насколько они фанатичны и человек темный не образованный он очень поддается всему этому его трудно в чем-нибудь убедить с ним разговаривать бесполезно это как животным животные иногда понимают больше собаки бывают гораздо более понятливые ну что ж спасибо вам что нашли время сегодня поговорить с нами благодарим и всего вам доброго до следующего раза и вам тоже режиссер юрий мамин был с нами на прямой связи продолжаем на